Еврей нашел кошелек. Обрадовался, открыл, пересчитал. Не хватает. В третьей главе Торы, главе Лех-Леха, рассказывается о том, как Всевышний даровал праотцу Аврааму заповедь об обрезании. Или, если говорить точнее, заключил с ним союз обрезания. На иврите Брит-Мила, который он впоследствии возобновил с его потомками, с народом Израиля, после того, как он вывел их из земли египетской и даровал им Тору. Собственно говоря, обрезание Брит является знаком принадлежности к этому завету, союзу Творца с еврейским народом. Однако, если подсчитать гематрию, числовое значение слова Брит, то получится 612. В то время как в Торе, который Всевышний даровал еврейскому народу, заключая с ним союз, содержится 613 заповедей. Одной явно не хватает, единицы не хватает. И хотя существуют разные мистика-нумерологические приемы, позволяющие растянуть гематрию на единицу, и в данном случае дотянуть до искомых 613, остаток, как говорится, все равно остается. И символика этого духовно-арифметического казуса заключается в следующем. Когда в самом начале жизни человеку делают обрезание Брит, это ему напоминает. Само название процедуры напоминает ему следующее. Окей, одна заповедь исполнена, но остается еще 612. И это несет в себе великий урок, актуальный, так сказать, на всю жизнь. Каким бы великим ни было свершение, как бы много ни было бы человеком достигнуто, это не повод ставить себя на незыблемый, так сказать, постамент. А если и ставить, ну, скажем, для мотивации, то нужно понимать, что этот постамент всего лишь ступень, этот пьедестал всего лишь ступень, вслед за которой идут еще многие следующие ступени. Нужно не почивать на лаврах, довольствуясь уже совершенным, а смотреть на то, что впереди, на то, что еще не сделано, на то, что предстоит сделать. Потому что таки надо сделать. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.